Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я буду говорить о коррекции лица, о контурировании и цветокоррекции. Мы будем учиться выделять свои достоинства, например, делать лицо более худым, а губы более полным, а также скрывать свои недостатки. Например, маскировать красноту или перекрывать прыщики. Коррекция лица позволяет нам выглядеть просто идеально на фотографиях, а также зрительно делать лицо более вытянутым, правильной формой и с правильными пропорциями. Сегодня мы будем добавлять немножко формы, четкости и выразительности лицу. С развитием бьюти-индустрии повседневный макияж становится более сложным, на него требуется больше косметических средств, но зная несколько основных приемов, у вас получится очень красивый и филигранный макияж. Давайте уже приступим. Начнем с того, что нам понадобится для коррекции. Конечно же, любая тональная основа, которой вы пользуетесь и которая подходит вам по типу лица, так и по цвету. Если говорить в двух словах, то коррекция лица это правильное использование тени и бликов, то есть света. И по сути нам понадобится только два средства. Первое – светлое подсвечивающееся, и второе – более темное и матовое. Вообще существует коррекция кремовая и сухая, в зависимости от типа использованных средств. Например, если мы говорим о кремовой коррекции, что в основном применяется на телевидении, для каких-то фотосессий и так далее, мы имеем в виду палетки корректоров, то есть кремовые такие текстуры, которые хоть и сложно наносить, но тем не менее они дают более четкий и видимый результат. Не обязательно нужно покупать вот такие вот палетки. Можно, например, использовать тональные средства на 1-2 тона светлее и на 1-2 тона темнее. Что касается так называемого сухого контурирования, мы имеем в виду контурирующие пудры, бронзеры, матовые корректоры. Можно использовать также тени, то есть это не обязательно должно быть специальное средство. Ошибочно предполагать, что коррекцию лица можно будет делать только специальными бронзерами, специальными палетками и так далее. Вполне могут подойти тени или обычный консилер. Главное правильно его применять. И давайте уже побыстрее приступим. Первым делом я, конечно же, нанесу тональную основу на все лицо, дабы выровнять ее цвет. Как по мне, коррекция работает только на идеально выровненном цвете лица, а также когда нет таких вот больших и видимых прыщиков. Я использую любую тональную основу, а также кисть. Можно, конечно же, воспользоваться пальцами, но дабы это все ускорить, я наношу ее кистью. Потому что, согласитесь, будет странно выглядеть, если у вас будут выделенные красивые скулы, но при этом будут виден где-нибудь прыщик, который, в принципе, будет перетягивать все внимание на себя. У меня довольно легкая тональная основа. Как видите, через нее могут просвечиваться разные покраснения. Для нейтрализации красноты, а также видимых прыщиков, мы будем использовать вот такой вот корректор, который более с зеленым оливковым оттенком. Его нужно будет наносить точечно. Обычно я делаю это пальцами, для того, чтобы продукт размягчился под действием тепла и более удобно и комфортно наносился на зону. Зеленый корректор мы очень легко наносим возле носа. А также на какие-то красные прыщики. Только точечно, не нужно это по всему лицу разносить. Только точечно. По правилам цветокоррекции, именно зеленый цвет нейтрализирует красный. Кроме красного пигмента, на лице также может быть синий. И, конечно же, я говорю о синячках под глазами. Синий фиолетовый цвет лучше всего нейтрализируется более персиковым оттенком. С этой палетки я возьму, например, вот такой вот. И буду наносить его именно на сам синячок. Там у меня самое синее место под глазом. Как бы это странно не звучало. Точечно. И как будто вот вбивающими движениями на сам синяк. Больше никуда. Вот, уже выглядит довольно неплохо. Что ж, время приходить к коррекции лица. И на этом этапе нам нужно хорошенечко посмотреть на себя в зеркало. Часто в интернете и в видео говорят о более общих правилах коррекции. То есть выделение скул, затемнение боковинок лба, высветление передней спинки носа и так далее. Но дело в том, что у всех у нас лица и анатомия разные. Соответственно, коррекция тоже должна подбираться индивидуально. Наверняка в интернете увидели вот такую вот схему коррекции. Но можно заметить, что у модели довольно пропорциональное лицо. А у меня, например, довольно узкий лоб. Поэтому затемнять мне его нет смысла. Иначе я сделаю ситуацию еще хуже. Поэтому перед тем, как делать выделение или наоборот затемнение какого-то участка, нужно хорошенечко подумать. Возможно, какой-то этап вам лучше пропустить. Или сделать его по-другому. Давайте уже перейдем к практике. Я использую плоскую синдетическую кисть для нанесения корректора. Сейчас я буду начинать с более темного цвета. Основные требования к темному цвету. Первое. Он должен быть матовым. Второе. Он должен быть более натурального оттенка. И холодного. Более серого, нежели коричневого или желтого. Также он не должен слишком выделяться на лице. Например, я подбираю корректор максимум на 2 тона темнее, чем мой натуральный цвет лица. Но как же определить правильный цвет корректора и интенсивность? Опять же, мы возвращаемся к зеркалу и к пристальному рассматриванию своего лица. Нам нужно взять пальчик или ножку кисти и надавить на кожу. Как видите, мы получили углубление, а также цвет тени. Приблизительно вот такой вот цвет корректора у меня должен быть. Сегодня все-таки я буду пользоваться вот такой полеткой корректоров. И для коррекции своего лица я буду использовать, например, вот такой вот средний оттенок. Он довольно интенсивный. Но так как камера иногда съедает свет, вот этот оттенок будет явно виден. Кремовыми текстурами я больше как будто люблю делать наметки. С сухими я уже добавляю интенсивности. И так, куда мы наносим темный корректор. Соответственно, туда, куда у нас падает тень. А это, давайте так, сверху вниз. Боковинки лба, для того, чтобы сузить лицо. Если у вас лицо более узкое, вам лучше этого не делать. Дальше нам нужно выделить скулы. Это сделает лицо более худым, вытянутым, более подтянутым. Опускаемся вниз и говорим о линии подбородка, которую мы в основном затемняем. Но, если у вас, например, по пропорции вашего лица лоб более узкий, а более выделенная челюсть, мы затемняем челюсть. Если же наоборот, у вас более узкая челюсть, но более широкий лоб и более округлое лицо, мы затемняем боковые стороны лба. То есть, вы как бы соблюдаете баланс. Где-то убираете, где-то прибавляете объем. Я уверена, что почти половина людей недовольны своей формой носа. Я, например, недовольна ни формой, ни размером своего носа. Поэтому я это исправляю часто коррекцией. Честно говоря, я люблю начинать с коррекции скул. Где же мне рисовать вот эту вот черту? Мне нужно сделать губы рыбкой. То есть, втянуть сюда в щеки. И вот, я приложила кисть там, где я увидела тень. В основном, линия тени начинается от уха и заканчивается где-то вот здесь. Как определить вот эту вот точку? Почему здесь? Мы зрительно рисуем треугольник. Первая точка – это кончик рта. Вторая точка – это кончик носа. И третья точка – это точка, где у нас будет заканчиваться тень от скулы. Дальше переходим к коррекции подбородка. У меня подбородок довольно выраженный. Поэтому я его немножко затемню, чтобы как будто задвинуть его обратно. Трюк – затемнение нижней челюсти работает отлично. Есть, например, неправильный привкус. Причем я не рисую линию, как будто штрихами опускаю корректор вниз. Теперь лоб. Обычно корректируют ширину и высоту лба. Но так как лоб у меня низкий, поэтому высоту я корректировать не буду. Только слегка его сужу. Я вот сюда, на боковые стеночки лба, то есть это сразу же над изгибом брови, я наношу темный корректор. Переходим к носу. Самая интересная для меня часть. Итак, я, пожалуй, здесь остановлюсь и возьму более маленькую кисть. Не забывайте, что с кремовыми текстурами лучше работают кисти с синтетическим ворсом. Набираю тот же корректор и еще раз останавливаюсь, ближе, чем наносить его, и думаю. Так, какая у меня ситуация с носом? У меня довольно широкая переносица, я бы хотела ее немножко сузить. Дальше у меня идет более узкий нос и кончик носа более широкий. Соответственно, мне нужно сузить переносицу и сузить кончик носа. Также мне не нравится длина, поэтому я буду убирать и ее. Короче, все буду переделывать. Я немножко наношу корректора на переносицу. Держу зеркало максимально прямо и лучше сидеть напротив источника дневного света. Дальше я спускаюсь кисточкой вниз, но очень ровно. Мне нужно сделать максимально ровную линию, чтобы нос у меня не искривился и в итоге не выглядело, как будто мне его сломали. Поэтому кисточку держим максимально ровно и двигаемся вниз. То есть мы не повторяем свою форму носа, а рисуем просто ровную линию. Вот тут вот аккуратненько старайтесь не повторять свою форму картошки внизу, а именно делать ее более ровной. Линию старайтесь вести как можно ровнее. Наносим на подбородок. Наносим на лоб. Делаем вот такой тут тоже треугольничек, чтобы выдвинуть вперед. Наносим под бровь. Также, чтобы сделать форму носа более красивой и ровной, мы берем коллектор и прорисуем ровную линию от переносицы и вниз. Если вы хотите убрать длину носа, останавливаемся на кончике носа. И достаточно. Следите, чтобы линия была тоненькая, а не толстая. Потому что сделаете нос более широким. Так как это коллектор, он у меня быстро впитывается и меняет цвет, поэтому быстро растушевываем. Для растушевки можно использовать кисть, с которой я наносила тональную основу. Так, быстренько мы разнесли светлый оттенок. И переходим к темному. Делаем переходы максимально незаметными. Вот как будто это все у нас и этого вообще не было. Хуже всего, в принципе, контуринг, который заметен. Это уже выглядит очень странно и явно не для повседневной жизни. Вы сейчас напишите, что как будто бы ничего не произошло и ничего не видно. Но, как я говорила, это всего лишь на метке. Интенсивность цвета мы будем добавлять сухими текстурами. Темный цвет мы будем усиливать с помощью вот такого вот матового корректора. А светлые мы закрепим вот такими вот тенями огнушками. Они с красивыми светоотражающими цистичками, как будто с маленькими блесточками, что военная кожа свечения и более здорового вида. И начинаю проходиться под тем же линиям, что я делала кремовыми корректорами. Сейчас немножко будет чересчур, но, в общем-то, я думаю, принцип коррекции будет виден только когда я немножко намеренно переборщу. Чтобы сделать губы более опухлыми, добавляю вот этот вот красивый сияющий оттенок над верхней губой. Аккуратненько для того, чтобы определить объема. Также на серединку губ. Чуть-чуть, только дотрагивайте. Конечно же, под бронь, чтобы приподнять их немножко, и делать взгляд более выразительным, более свежим. И во внутренние уголки глаз точечно, чтобы приоткрыть взгляд. Ну вот и все. Вот с такой коррекцией лицо выглядит более свежим. Черты более подчеркнутыми. Лицо более утонченной, вытянутой формы. Конечно же, это слегка грубо. Для ежедневного макияжа это слегка чересчур. Но в этом видео я хотела показать вам принцип. То, что может сделать коррекция. Надеюсь, это видео вам оказалось полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока.